Губернатор Игорь Руденя посетил одно из крупнейших лечебных учреждений региона, Тверскую клиническую больницу номер 6. По национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом Путиным, там ведется комплексная модернизация. Она включает в себя ремонт и оснащение подразделений новым оборудованием. В городской больнице номер 6 проходит лечение около 150 тысяч жителей Московского района Твери. В клинику входят три взрослые и две детские поликлиники. Стоматология, травмпункт, 14 стационарных отделений, первичный сосудистый центр. Действует круглосуточный стационар на 497 коек. Здесь трудятся свыше 300 врачей и более 400 специалистов среднего медперсонала. При этом здания не новые и давно требуют ремонта, который уже вовсю идет. В 2023 году, в сентябре, у нас были выделены деньги. И с сентября у нас начались масштабные капитальные ремонты, которые затронули. Это основной корпус, это седьмая поликлиника в Южном, это детская поликлиника номер один на Гагарина, это детско-инфекционное педиатрическое отделение. В ходе визита Игорь Руденя ознакомился с результатами ремонтных работ в главном корпусе. При этом он дал ряд поручений, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи. В частности, обеспечить установку реанимационных консолей в смотровых кабинетах приемного отделения. Это позволит повысить оперативность оказания экстренной помощи. Кроме того, глава региона предложил разместить знаки навигации для удобства людей. Попутно губернатору продемонстрировали закупленное недавно новое оборудование. Мы получили очень много нового оборудования, в том числе уникальный для Тверской области костный рентгеновский остеоденситометр. Это оборудование позволяет выявить явление остеопороза, позволяет контролировать его лечение и позволяет наблюдать пациентов с сопутствующими патологиями, таких как сахарный диабет, при которых возможно развитие вторичного остеопороза. Также приобретено современное оборудование для оперблока и других подразделений больницы, включая МРТ и КТ, цифровые рентгеновские системы, установки для проведения эндоскопических операций. Новой, в том числе роботизированной техникой, оснащены отделения медицинской реабилитации. Есть чем похвалиться и здешним анестезиологам. У нас приобретены были два экспертного класса наркозных аппаратов. Также у нас имеется теперь мониторная станция, которая обеспечивает визуализацию жизненно важных параметров каждого пациента. В этом и следующем годах работы по оснащению больниц номер 6 будут продолжены. В частности, в приемное отделение планируется приобрести аппарат КТ. Игорь Руденя подчеркнул, это должно быть оборудование экспертного класса. Очень важно, что по итогам визита губернатора принято решение о продолжении в текущем году ремонта зданий главного корпуса, проведение работ в детской поликлинике номер 1, поликлинике номер 7 в Южном. Причем главный корпус больницы и поликлиника в Южном получат современные фасады. И дело здесь не только в эстетике. Эти морозы, вот эта зима, которая с сильными морозами, она показала, что это необходимость. Потому что стены, которые сейчас в этом корпусе, они не выдерживали тех температурных режимов. И, соответственно, они промерзали. Поэтому мы продолжим это, и это создает дополнительный комфорт и безопасность для пациентов. Напомним, что больница номер 6 – это ключевой объект, имеющий не только муниципальное, но и областное значение. Два раза в неделю здесь оказывается экстренная хирургическая помощь пострадавшим со всех муниципалитетов. Планово обслуживают весь регион, таракальные отделения и колопроктология. А сосудистый центр по приказу Минздрава принимает пациентов с острой коронарной и неврологической патологией с половины округов Верхней Волжи, включая, конечно же, и Тверь.